Отопление есть во всех городских объектах и жилых домах. Тепло в Реутове дали неделю назад, раньше, чем в целом по Московской области. Главе города Сергею Юрову на оперативном совещании доложили о первых итогах. Снести все незаконно установленные в городе торговые палатки. Такое поручение дал на оперативном совещании Сергей Юров. Глава города отметил, проводить работу нужно с соблюдением всех норм закона. При этом не тормозить процесс. А еще в Реутове не должно быть так называемых лотерейных аппаратов. Это еще одно задание городоначальника. Вопрос сейчас больной. Вместе с отделом полиции работой занимайтесь. Есть соответствующее законодательство, которое определяет, что у нас можно устанавливать в торговых объектах, а что нельзя. Поэтому в плановом рабочем порядке эту работу выстраивайте. Лотерейных аппаратов у нас быть не должно. И когда он переваливается через валик, ребенок, он понимает, что надо встать на четвереньки, двигать руками, ногами, и он начинает ползать. Лекцию вся аудитория слушает внимательно. Некоторые даже конспектируют. Сегодня урок в школе здоровья посвящен правильным игрушкам. Какими они должны быть и в каком количестве. Некоторые вещи будущие мамы узнают впервые. Например, волчок – игрушка необходимая. Хорошо развивает мелкую моторику рук. Сейчас, казалось бы, в интернете можно найти очень много информации, но ее настолько много, что ты не знаешь, что будет правильным для тебя. И для того, чтобы понять, какие нужные стандарты, я пришла сюда, потому что я знаю, что здесь хорошие специалисты преподают именно педиатры, которые непосредственно знают, что лучше будущему малышу. Курс лекций по педиатрии и психологии – это для будущих мам. Для тех, кто уже стал родителями, есть другие программы. Например, процедура «Сухая иммерсия», которую делают детям на первом месяце жизни. Ребенка буквально погружают в привычную среду. Укладывают на водный матрас. Таким образом, малыш успокаивается. Уже трехмесячных малышей лечит логопед. В центре работают по уникальной методике. Исправляют дефекты речи и неправильный прикус у младенцев. Вылечить ребенка можно и в домашних условиях. Специальные упражнения показывают родителям. Мы сделали вывод, что чем раньше начато лечение, ну, как обычно, другого заболевания, то результаты превосходят то, что не требуется потом ни медикаментозного лечения, ни каких-то особых приспособлений, которыми исправляют. Например, прикусы. Для общего оздоровления малыша мамы ходят в группу «Здоровье Крепыш». Здесь учат делать лечебную гимнастику, массаж, а еще упражнения на развитие сенсорной сферы. Это тактильное, зрительное и слуховое восприятие. У многих малышей оно изначально нарушено. Дети, которые у нас с самого рождения наблюдаются, в 10 раз в общей своей сложности дают лучшие результаты. С вставанием в развитии таких детишек 6%. Мы сравнили с детьми, которые приходят к нам в год, не посещавшие школу «Здоровый ребенок», то среди них с отклонениями в развитии мы обнаружили 66%. В школе детей ведут до года. За это время родители действительно учат общаться со своим ребенком. Не боятся его. Программа этой действует в городе несколько лет. Кстати, во всем Подмосковье Риотовский центр единственный, где мамы и малыши получают такие знания и услуги. Маша уже 10 лет с Элэр Мун. Именно по таким именем ее знают в виртуальном мире. В обычной жизни она домохозяйка, воспитывает ребенка. К своему первому в жизни Комик-Кону готовилась основательно. Костюм шила неделю. Но главное, говорит, именно здесь встретила единомышленников. Это просто потрясающе. Всю жизнь знать, что где-то в Америке происходит что-то невероятное. Где много косплеров, много людей собирается. И это первый раз в России. И я счастлива, что я попала именно в первый же день. Сегодня здесь работает множество интерактивных площадок, где вы можете поучаствовать в различных розыгрышах, поиграть в разные игры, ну а также встретить любимых персонажей и сделать красивую фотографию. Таких как Маша на Комик-Коне сотни. Это ожившие герои аниме, комиксов и игр. Тут есть и Дарт Вейдер. К нему, кстати, самая большая очередь фотографироваться. И смайлик на ножках. В свои костюмы они вкладывают немало сил и денег. Одеяние косплеера порой достигает нескольких десятков тысяч рублей. Сегодня все гости Игромира и Комик-Кона могут быть в безопасности, потому что здесь дежурят бравые солдаты и сталкеры. Расскажите, как вам самого ощущения от первого России Комик-Кона? Мне ужасно нравится веселье, музыка, много конкурсов. Да и вообще здесь круто. Люди в костюмах – лишь часть шоу. Главная цель Комик-Кона – познакомить с новинками комиксов и рассказать о том, как снимались те или иные сериалы и фильмы фэнтези. В Америке этот фестиваль проходит уже 44 года подряд. В России его организовали впервые. В итоге за три дня здесь побывали более 150 тысяч человек. Параллельно с Комик-Коном проходил Игромир – главное событие для игроманов. Около каждого сцены проводились компьютерные турниры и розыгрыши призов. Но публика была везде одинаковая – ходили из одного павильона в другой. В итоге решение однозначное – отныне Комик-Кон в России будут проводить каждый год. Сегодня днем будет плюс 8, вечером около 3, малооблачно, без осадков, ветер северный 2 метра в секунду, а вот ночью холодно – 0 градусов. Это данные сайта Яндекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова